Александр Звягинцев – экскурсовод с более чем 10-летним стажем. Уверен, у нас плодородная почва для развития туризма. И если раньше ходили протоптанными дорожками, интересовались в основном Великой Отечественной, то сейчас выбирают знакомство с поэтом Фетом или композитором Свиридовым. Путешествуют по области даже иностранцы. Люди едут из разных регионов. Это не только Европа, Германия, Великобритания, Бельгия. Сейчас активно приезжают туристы из Соединенных Штатов Америки, из Канады. В мае этого года приезжали даже жители зеленого континента, австралийцы были. Мы тоже были удивлены. Чтобы быть на волне, нужно продвигать курские бренды. Антоновка и Соловей далеко не единственные из них. Активно развивают гастрономический туризм. Панеровская горбузня против тульского пряника. Суджанские вареники с дырочкой против тверской пожарской котлеты. Курчатовская друнька против белевской пастилы. У нас не только интересно, но и вкусно. И это еще не все. Курский край стал узнаваемым, потому что повысился спрос на курский торпродукт. Мы это видим, об этом говорят тороператоры. Узнаваем стал в связи с этим брендом, который мы продвигали уже много лет, тысячи лет русской истории и культуры. У нас уникальная, своеобразная природа. У нас большое количество и памятных мест. Раскручивать регион нужно на выставках и мероприятиях, в СМИ. В этом году нас расскажут пять федеральных специализированных туристских изданий. Необходимо развивать и инфраструктуру. Нам нужны гостиницы на северном фасе, нам нужны хорошие гостиницы в Рыльске, в тех точках показа, чтобы туристы, недорогие гостиницы, уверенные тройки, трешки, как говорят специалисты. То есть те услуги, которые могут предоставить туристам недорогое, но качественное обслуживание, прием, размещение. В общем, создавать комфортную туристическую среду важно и нужно, ведь это не только укрепляет гордость за родной край, но и пополняет бюджет.